добрый день находимся на поле зимой ячменя тут мы произвели уже обкосы ячмень в течение недели будет уже готов шелестит коз наклюнул ничего я хочу показать именно зимой ячмени перед совместными нашими пассивами чтобы обрисовать ситуацию последние дожди у нас прошли 15 апреля и уже больше полтора месяца ни одного дождя плюс эту неделю последним высокие температуры выше 30 35 и на эту неделю прогноз до 40 градусов поэтому ячмени уже под подошли пшеница горит а яровые чувствуют себя мягко сказать не очень также хочу показать почву на которой мы это все выращиваем это для тех кто жалуется на плодородие я думаю вы поймете мои мои чувства когда я вижу черноземов полтора метра вот наши почвы такой у них цвет немножко коричневого красноватый светлый это черноземы южные и камушки таких условиях наши культуры наглядно урожайность конечно озимых будет ниже чем ожидалось потому что виды с осени и с весны были хорошие потому что запас влаги с осени и зимой был отличный поэтому а зимы выглядит неплохо даже невзирая на засуху мы получим урожай такой как хотелось бы не такой как ожидали но но он будет вот по яровым это вопрос и дальше мы сейчас посмотрим мировые наш культура это посев ярового ячменя тот же сорт который выяснил на смеси с горохом но здесь моно посев норма высева здесь около 90 килограмм сеялась в один день спасибо вам гороха мы его смотрим просто чтобы сравнить какое развитие какое состояние такие листья голос есть этот сорт способен куститься намного больше давай до 15 побегов но в этом году я вижу что вы везде всего по одному по два максимум не распустился условия года были слишком сухие плюс холодная весна два раза он подмерзал сбрасывал листья получился редковат находимся на поле гороха здесь слева посеян горох с нормой 220 килограмм на гектар видно что его сильно придавило из-за засухи ростом он до 30-35 сантиметров местами 20-25 практически не кустился на что нижние листья уже отсохли все из-за недостатка влаги хотя всходы были дружными и все бы хорошо если вот эта засуха продлится уже полтора месяца бобики есть какой-то урожай здесь будет невеликий и посмотрим на ячмень с горохом здесь посеяно 40 килограмм мирового ячменя того же что мы видели на предыдущем поле и 150 килограмм гороха ячмень чувствует себя отлично колос у него выполненный колосья полноценные он здоровее зеленее выше так вот с краю смотришь кажется что один ячмень посеян в селедке горох вот горох здесь чувствует себя не так хорошо даже в чистом посеве горох лучше видно что здесь гораздо меньше бобиков что горох немножко придавленный где один горох растут есть бобики где смеси подавлены недоразвитые стрички и так далее видно что сожительство ячменя с горохом гороху на пользу не пошло вот такое ощущение что они даже боролись физически вот горох сплел колосу ячменя как будто он его держал они противостояли друг другу вот и схватки все-таки ячмень победил посмотрим какой будет урожай все-таки стручки есть не все так плохо оказалось но засухом и посмотрим какой будет валовый здесь урожай будет ли он равноценен чистому гороху и чистому ячменю посеянному отдельно уборка покажет сейчас перейдем на другие участки где посеяны у нас с другими нормами ячмень с горохом это состояние льна отцветает как эти листики сбросил цветочки от жары такого не помню чтобы синим было все застелено немножко трещины от засухи пошли красиво здесь чистый лен справа переходим здесь лен с чечевицей здесь при проходе опрыскивателем он задел чечевицами цульфурон метилом и сильно ее присадил с местами на прогибло как здесь местами даже цветет меньше вот здесь уже не было гербицида вот состояние льна и вот чечевица рядом все посеяно в один рядок тут не было гербицидов поэтому есть сорняк тут меньше льна больше чечевицы что бросается в глаза что развитие льна здесь меньше чем где ленка сеем в чистоте все-таки они конкурируют вырвать пару растений из пассива льна и чистого смеси можно видеть что они разного роста разное развитие у них здесь лен ниже и менее развитие чечевица конкурирует с этим льном чечевица заканчивается там лен порядок выше вот где льна побольше тут лен немножко конкурирует уже с чечевицей и соответственно чечевица остается в росте вот лен в чистоте конечно тут гуще и выше посмотрим все таки дадим шанс смешанным пассивом это наш нут все выреживает засуху на трещину уже с крайне плохое развитие даже вот бобики есть немножко ветвился так остановились здесь потому что здесь у нас один из опытов тут насеян нут вместе со льном здесь было около десяти килограмм на гектар высиена льна вот такой нут вот такой льон сеялось все в один сошник здесь не было обработок поэтому есть сорняк вот так на солнце хорошо видно где заканчивается посев соля здесь мы заложили три нормы пять десять и пятнадцать килограмм на гектар льна вот так вот стоим на границе здесь слева посеяно чуть меньше пяти килограмм льна трудно разглядеть даже но он есть и справа 15 килограмм льна тут уже лен видно вот так выглядит лен так нут что мне не нравится в этом посеве что он не выровненный то есть где выше где ниже видно где растет один лен он выше где лен с нутом там нут ниже где отдельно стоящий нут он там получше себя чувствует то есть какая-то очень пестрая картина получается и Такой люн разной высоты. Самая нут. Есть такая теория, что эти растения еще не научены сотрудничать вместе. Если мы их высеем вместе на следующий год, то они уже будут знать друг друга. И уже будут иметь определенные правила, как расти совместно. И покажут лучший результат. Но пока что это только теория. И мы ее в следующем году проверим. Однозначно мы не будем делать выводов только по этому году. Хотя мы 2-3 года. Это вот тот участок, где мы весной посеяли нут. Еще в зеленую рожь сеяли. Видно, что нут, он такой редкий получился и угнетенный. Но рожь я убил здесь через неделю после посева. Вероятнее всего, что это сыграло такую роль. Здесь я накрыл поверху глифосатом. И прошли в один след прометрином 2 литра на гектар. То есть на вот этом вот участке до рожи был прометрин. И по рожи тоже внесли прометрин. Как видно, прометрин на рожь не оказал особого внимания. Да, она здесь немножко стала разреженная. Немножко угнетенная, чем там, где ее не применили. Нут сильно угнетен, недоразвит. Проходил опрыскиватель. Вот здесь мы не вносили прометрин, а только внесли глифосат. Тоже через неделю после посева. То есть рожь еще неделю вегетировала после посева нута. Вот она погибшая. Мы где-то пропустили. Это ранцевым опрыскивателем. Где немножко пропустил. Торчат. Даже с колоссиями рожь торчит. То есть, какой вывод я могу сейчас сделать. Если даже сеять зеленую рожь, то надо ее заранее убить. Вот как говорил косолап, надо попробовать в следующем году. За два дня и за две недели. Попробовать остановить рожь. И потом уже всевать. Вот рожь, где они вносились. Ни прометрин, ни глифосат. Но был всей нут. То есть, как ни странно, нут растет. Но сильно угнетенный. То есть, никакого бинарного посева здесь не выйдет. Потому что рожь забрала на себя все питание, всю влагу. И сказала нуту, что она здесь главная. А вот это самый удачный у нас в этом году опыт с бинарным посевом. Это рожь с викой. Здесь высеяно примерно 30 килограмм ржи на гектар. И 40 килограмм вики. Это озимая вика, озимая рожь. Видно, что вика плетется по ржи. Вот она цепляется за ней. Вот бобики навязала уже. Здесь мы не применяли некие гербициды. Все равно росло само по себе. И вырастил такую массу. Вот этот год подтверждает то, что у нас озимая культура имеет преимущество над яровыми. Потому что используют еще осеннюю и зимнюю влагу. То есть высота примерно по плечу ржи и вика выше пояса. Вот они, бобики. Мне нравится, что вика не упала. Она будет держаться за рожь. И я надеюсь, что получится убрать это все очесом. И соберем семена и ржи, и вики. Здесь нет угнетения. Ни ржи, ни вики. Вот они как в симбиозе растут. И помогают друг другу. Очень плотный посев получился. Вот весной сейчас уже подсохло, конечно. А вот весной вот так я направлял камеру, и земли не было видно. Вот слева посев чистое ржи. Видим ли мы разницу следы опрыскивателя. Вот тут 70 килограмм ржи посеяно. Ну, особо по густоте не могу сказать, что здесь она гуще. Да, снизу больше стеблей. Но колосьев сверху так же само. Ну, вот тут если мы видим, что рожь у нас прямо стоячая. И вика держится за рожь и не падает. Вот здесь у нас посеян зимующий горох. Высота гороха сейчас по колено. Но он весь лег. Это не усатый горох. Если мы выпрямим его. Он уже завязал бобики. Если его распрямить, то рост его вот примерно выше пояса. То есть больше метра высотой. А ветром его сильно положило. Теперь мы будем ползать, убирать здесь этот горох. Может, даже придется раздельный его скосить. Потому что нижние листья пересохли. Это нижние бобики уже сухие. А вот верхние, они зеленые еще. Потенциал у зимующего гороха я вижу, что намного выше, чем у ярового. Хорошо перезимовал, даже практически не вымерз. Сбросил всего несколько листьев в этом году. Но весь полег. То есть если бы он был посеян с рожью, допустим, как Вика, то это была совсем другая картина. Вот видно, как его положило. Вот где был рядочек. И вот у нас на соседние два завернулся. Вот это одно растение такое. Вот, как он лежит. Бобики. То есть или брать нужны усатые зимующие горохи, или сеять, допустим, с пшеницей, или с рожью. Смотря с чем он быстрее поспеет. Так вот второй сорт. Это немножко раньше он начал. Раньше завязал бобы. Но тоже весь лег. То есть вот тут уже более спелые бобы. Я думаю, что мы оставим этот горох. И будем сеять его на следующий год. Но уже с какой-то опорной культурой. Постараемся заказать усатые сорта. Здесь мы не применяли гербицид осенью. А весной уже было поздно. То есть когда мы могли зайти с гербицидом, уже было поздно. Немножко есть сорняк. Но в основном горох сам подавил основные сорняки. Видно, что только на разделительной полосе между сортами тут такая вот засоренность есть. Все остальное где-ни-где там маки прослеживаются. Так что вот первое очевидное преимущество у смешанных трекландарных просевов. Продолжение следует... Продолжение следует...